Прежде всего, я хочу поздравить национальную сборную Таджикистана с этой ничьей. Потому что это не просто ничья, а ничья сыгранная с одной из сильнейших сборных Азии. И мы должны также отметить то, что мы были близки к победе. В следующий раз, возможно, если у нас будет больше времени на подготовку, на два или три дня больше дней на подготовку к такого рода встречам, возможно, мы можем даже обыграть такие цепи. Потому что футбол – это тренинг, футбол – это футбол, футбол – это энергия. Потому что футбол – это подготовка, футбол – это питание правильное, футбол – это энергия. Особенно, я должен сказать, это для наших Таджикистанских игроков. Большое комплименты сегодня для федерации. Очень хорошо. Каждый игроков – не только один игрок, они играют в Таджикистане. Но все равно они играют невероятно. И очень большое комплименты для всех Таджикистанских людей, для характера. Очень важно. Каждый, особенно. Каждый. 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 Рамадан Мубарак. Каждый в Таджикистане. Рахмат. Также хотелось бы, со своей стороны, похвалить и федерацию футбола. В особенности хотелось бы похвалить игроков за проявленный характер. Хотелось бы похвалить также и народ Таджикистана. И также я бы хотел поздравить всех со священным месяцем Рамадана. Что удалось своему шмате и что не удалось? Первое, мы сегодня 4 игроков. Мы также хотим увидеть новые игроков. У нас есть 8 молодых под 23 игроков. Я думаю, что мы хотим увидеть новые игроков. Поэтому я поставил 2 игроков, как Пара, Аннуш и Назаров на банке. И я думаю, что Аннуш был уничтожен, невероятно. Но мы продолжим. Стоит учитывать то, что мы произвели сразу 4 изменения в стартовом составе. Потому что хотели также просмотреть и других игроков. Также надо брать во внимание то, что в команде присутствуют игроки U23 и U20. И мы сегодня ключевых игроков оставили на скамейке. Таких как Ахтан Назаров, Шегоним Абатшуев, Парвиз Умарбаев и также Бахдад Ханонов. У нас был травминг. Я должен сделать специально. Например, Умар Байер. Это невероятный. И вы видите, когда он будет в игроков, мы получаем гораздо лучше. Умар Байер будет начать в Кубай в начале. Поэтому мы иногда должны поменять этих игроков. Это тоже качество. В Европе и в Champions League все знают. Многие игроки тоже должны быть в игроков на банке. И потом приезжают на скамейке. Вот, к примеру, мы можем взять Парвизова Умарбаева, который сегодня, несмотря на то, что является ключевым игроком, остался на скамейке. Но даже выйдя во втором тайме со скамейки, вошел очень хорошо в игру. И это и есть качество таких игроков. И мы должны понимать, что такие игроки тоже иногда остаются на скамейке. Возможно, в Кувете как раз он и выйдет в стартовом составе и сыграет с первых минут. И то же самое касается и Шерпанима Батшоева и Ахтама Назарова. Возможно, они тоже выйдут в стартовом составе. Потому что футбол таков, что мы должны все время ротировать состав. И все время держать обойму в игре. И вот сейчас настал момент, когда я приехал в Таджикистан. Сейчас настал такой момент, когда у нас очень много уверенности в себе. И если раньше было конкретно и ясно, что стартовому составу претендуют на стартовый состав 7-8 игроков, то сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас 20 игроков, 24 игрока претендуют на то, что вы выйдете в старт. И это и есть ключ нашего успеха, потому что повысилась конкуренция. Ни у кого нет гарантированного места в основном составе. Конкуренция – это самая лучшая среда как для игроков, так и для тренеров, так и для страны в целом. Потому что каждый должен будет бороться за свое место в составе. Азронов и Азронов. Алисер играет хорошо. Мы имеем ситуацию, что Табрези вновь. Много и больше игроков. Капа-капа я привожу молодых игроков, как Али Джон, Меха или, например, у нас есть еще некоторые игроков, как Нуридин в команде. Мы привожу, капа-капа, молодых игроков, к этому команду. Также сегодня в состав вернулись, к примеру, Комрон Турсунов, Табрезидов Владмир, Алишер Джалилов, Сьогу Шасроров. Поэтому шаг за шагом мы увеличиваем обойму, скажем, национальной сборной. Также включая и вызывая в сборную молодых игроков, таких как Али Джон, Айни и Иди. В особенности в товарищеских матчах, где для меня результат является второстепенным. Я хочу играть в хорошем игре, привести новые игроков, и в конце я пытаюсь победить. Я в этих матчах хочу увидеть новых игроков, хочу наигрывать в состав и только потом уже выиграю. К сегодняшнему дню 7 матчей сборная Таджикистана не проиграла. И за эти 7 матчей мы пропустили всего лишь один гол. Это означает, что Рустам Ятимов играл 6 раз на 0. Мы пропустили 7 матчей. Теперь это время, чтобы вы понимаете. Это качество. Мы забили 7 матчей. И сейчас подошло время сказать, что это качество. Но для того, чтобы выиграть новые матчей, нужно лучше тренировать, нужно длинного тренировка, не только 2-3 дня. Нужно больше информации. И это очень важно. Мы должны также работать для игроков. Потому что я могу научить их защиту. Но для выигрывать матчей, нужно также возможности для игроков. Но чтобы забивать больше 7 матчей, нам необходимо предоставить игрокам более длительные учебно-тренировочные сборы, лучшие возможности. Потому что в короткий промежуток это делать не совсем легко. Я должен сделать комплимент к Федерации на следующих дней и поговорить с ними. Сейчас это время. Мы должны работать сейчас. Потому что сейчас мы идем в Азия-клуб. Мы должны принимать этот время. И я верю, что в нашей Федерации они также сделают длинный тренировок. Потому что это важно для игроков, не только 2-3 дня. Мы должны быть 7 дней, 2-3 дня. Мы 8 матчей. Для меня, 8 матчей – это каждый раз номер один в Американте. И сейчас я бы хотел также похвалить Федерацию футбола. Но и в то же время надеюсь, что в дальнейшем у нас будут более длительные учебно-тренировочные сборы, дабы подготовиться к чемпионату в Азии. Потому что сейчас мы на данный момент входим в число 24 лучших сборных Азии. И за такие учебно-тренировочные сборы, которые проходят 2-3 дня, очень сложно что-то наиграть. Рахмат Арчигистан!